Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 марта и вот теперь уже вместе с томатами у меня в придомовой теплице на солнышке стоят петунии. Я сейчас хочу поговорить с вами на очень важную тему. У многих петуния вытягивается, особенно в первые дни. Я несколько дней назад показывала, что у меня петуния тоже вытянутая, прям длинные-длинные были такие стебелечки. Я сейчас расскажу, как я исправила. Видите, она уже не на длинных стебелечках, а очень кажется такой хорошей коренастой, но я ее еще не пересаживала, не пекировала. Вот смотрите, есть ли у вас вытягивается петуния? Вот я сейчас здесь покажу некоторые, которые еще... Какие есть способы, инструменты, чтобы это вытягивание как-то исправить? Есть несколько способов. Конечно, лучше всего, многие пишут, что нужно из теплого помещения куда-то более прохладное, чтобы она так же... Ну, короче, тут принципы такие же, как на томатах. Нужно, чтобы было много света, нужно, чтобы было не очень жарко. Конечно, основной, вот что люди делают, это подокучивание и подсыпка петуний. Я в конце видео вот к этому прикреплю, как я вчера подокучивала спичкой. Ну, кто спичкой, кто зубочисткой. Вот те, которые в бороздках, я их подокучивала, то есть подгребала. А вот эти, видите, тут все изрыто мною, все подокучено. А вот эти, видите, какая ровная поверхность? Эти я исправляла другим способом, методом подсыпки. Просто в сито с меленькими ячейками насыпала землю и вот так вот посеяла. И она между саженцами, как бы, ну как, насеялась между саженцами и получилась такая подсыпка без моего участия. То есть я там ничего не ковыряла, я ничего не исправляла. Вот они как стояли, так и стоят. Просто я их немного заглубила. То же самое, что с томатами. Вы знаете, когда томаты вытягиваются, мы стараемся, чтобы было много света, стараемся их температуру понизить, стараемся их или подсыпать немножко земли, или как подгребсти, подокучить. Все эти же методы мы используем на петунии. Растение, оно и есть растение, не важно, цветок это или томат. Вот видите, какие после подсыпки стали сеянцы. Нам главное, чтобы они не заваливались на бок. Я жду, когда будет третий листик, ну то есть первый настоящий. Как только первый настоящий листик появится, я буду сразу их пикировать. И вот петуния 27 февраля посеяна. Ей сегодня всего лишь восьмой день. Четвертый день после всхода. Видите, они уже какие такие... Они не кажутся ни слабыми, ни хилыми. Нормальные такие равномерные посевы. Тут вот чуть почаще, тут вот немного как пореже. Но все равно это жизнеспособные сеянцы, с которых вполне реально вырастить хорошую крепкую рассаду. И как вы видите, я вот несколько... Два дня назад, по-моему, говорила, что нужно приучать их по несколько час, два часа проветривать. Теперь они у меня уже способны находиться без вот этой крышечки в открытом состоянии и на солнце. Солнце петуния очень любит. Это очень солнцелюбивое такое. И вот именно на солнце, вот на таком ярком солнце, она уже не вытягивается. Если у вас есть возможность выставлять ее на солнце, конечно, предварительно позакаливав несколько дней. Но вот у меня получилось, что за восемь дней после посева я уже все у меня... Они и взошли, и проветрились, и позакаливались. И теперь уже полноценные растенницы стоят на солнце. Хотя ничего я с ними такого особенного не делала. Как вот мне там даже комментарий, одна девушка написала, там у вас непрофессиональный посев. Так я и сею для себя, для души несколько штук. Я же не говорю, что я учусь сеять профессионально для продажи кого-то. Но для себя я всегда смогу вырастить прекрасные петунии. И хотя бы довести их до такого состояния, что их можно высадить в открытый грунт. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сегодня у нас прекрасный день такой, яркий, солнечный. Солнце прям слепит глаза. Все мои питомцы опять на улице. Это очень здорово. Видите, какие зеленые, толстые. И тут же петуния. Все растет, все пышет. До свидания. Желаю вам таких же прекрасных, здоровых, красивых посадок. И цветов, и овощей. Не бойтесь. Беритесь за любые, какие вы даже еще не выращивали. Хоть петуния, хоть лабелия. Раза два попробуйте, все получится. Всем привет. С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. У нас все так же 7 марта. Вот не успела я уйти буквально с теплицы. Как у меня видите, уже авария. Кошка наступила на край лотка, в котором стояла петуния. Все это упало, и моя петуния разбилась. Я очень часто получаю сообщения, что люди говорят, то коты объели перцы сверху, то помяли помидоры. У нас такое бывает. Вы, главное, не отчаивайтесь и не волнуйтесь. Вот мне петунию придется посеять еще раз. Будет другой сорт. У меня есть еще одна пачка, но она успеет вырасти. Вот эти, конечно, сеянцы я буду теперь сразу пикировать завтра. Сегодня они какие вот выживут. Такие хорошие были всходы. Главное, не волнуйтесь, ничего страшного. Все можно у нас поправить. Я знаю, что некоторые сильно расстраиваются, когда погибают какие-то всходы. Но от этого никто не застрахован. Вот натворили, делали мне животные. Ну что теперь? Но все равно всходы были очень хорошие. И все эти способы, которые я показывала, действуют. Учитесь. Мне, возможно, хватит и этих столько штук, потому что мне не надо сильно большое поголовье. Вот я вижу, тут штук 20 я наберу. Остатки сладкие. Все, до свидания. Продолжение следует.